Строители вышли на финишную прямую возведение второго пускового комплекса северного обхода Твери на трассе М-11. 19 июня губернатор Игорь Руденя, председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко проинспектировали ход строительства этого участка на трассе Нева. Ирина Синягина подробнее обо всем расскажет с места событий. Второй пусковой комплекс протяженностью более 28,5 километров. Он включает в себя мост через реку Волга. Металлическая конструкция пролета массы более 6 тысяч тонн. На сегодняшний день выполнены все пять этапов надвижки пролетного строения. Также закончена работа по устройству сопряжения моста с насыпью подходов. Это один из самых крупных и сложных объектов этого участка. Мост через Волгу возводится в рамках строительства третьего этапа трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург. Его протяженность 738 метров. Сейчас работа находится в высокой степени готовности. Планируется открыть движение уже в июле этого года. Реализация важнейшего не только для Тверского региона, но и для всей страны инфраструктурного проекта, поддержанного президентом России Владимиром Путиным, идет со значительным опережением графика. Проинспектировали ход работ губернатор Тверской области Горудене и председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Мост стоит на 10 опорах. Высота 16,5 метров. Позволит проходить всем круизным лагерам. Дорожный объект, который строится силами госкомпании «Автодор», позволит напрямую соединить Москву и Санкт-Петербург к автомагистралю высшей категории с бесшовным скоростным движением, сократить время в пути между столицами. Сейчас на объекте ведутся финальные работы. Это будет один из самых протяженных мостов Тверской области, но уникальность его заключается не в этом. Пролет судового хода составляет длину свыше 110 метров. Любой мост с судовым пролетом более 110 метров является уникальным. Длина пролета составляет обеспечить судовой проход по реке Волга. На сегодняшний день ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Завершение работы на таком, казалось бы, небольшом по протяженности объекте можно назвать золотой заклепкой в трассе международного транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Казани. Почеркнул Вячеслав Петушенко. Когда закончим 28 километров, будет 1520 километров непрерывного движения дороги первой технической категории без единого светофора, без единого пересечения в одном уровне. Степень готовности на сегодняшний день 97%. Количество развязок, которые мы сегодня здесь делаем, позволит развиваться и Твери, и области. Для дороги там жизнь проходит совсем немного времени, и дорога обрастает новыми логистическими центрами, обрастает новыми производствами, обрастает новыми рабочими местами. Общая протяженность северного обхода Твери составляет 62,4 километра. Напомним, в декабре прошлого года досрочно, на 10 месяцев раньше намеченного, было открыто движение по первому пусковому комплексу от села Медное до Бежицкого шоссе. Протяженность отрезка составила 33,8 километра. Высоко оценил темпы и качество проводимых работ на объекте. Губернатор Тверской области. Хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации за принятое решение под достройки от этого участка трассы М-11. Наших коллег, федеральное правительство, работают с очень высокими темпами. Мы видим самые современные технологии, которые используются при строительстве дороги, моста через реку Волга. Если говорить о значении этой трассы, это ключевая дорога, без преувеличения можно сказать, которая формирует совершенно новый транспортный коридор и новую транспортную доступность для северо-востока всей Тверской области. Новый участок дороги обеспечит возможность съезда с трассы М-11 Днева на дорогу Р-132 Золотое кольцо. Автомобилисты, следующие из Санкт-Петербурга, могут добраться до Бежицкой и Ярославля, не заезжая в Тверь. А местные жители заехают на уличную дорожную сеть города Твери с севера. А это уже другая динамика. Качество и комфорт. Это также возможно для движения грузов, пассажиров, туристов и местных жителей. Все это новый этап развития Тверской области. Редактор субтитров А.Семкин